друзья всем привет меня зовут юля и вы на канале клубок желаний я связала вот такое изделие даже не знаю как его назвать шаль или бактус вязала я его в подарок своей маме но у меня было немного пряжи всего лишь 200 грамм из этого количества у меня получилось или маленькая шаль или большой бактус сейчас размер моего изделия до стирки по длинной стороне сто пятьдесят четыре сантиметра а вот по этой диагональной линии семьдесят четыре сантиметра я пряжу и связала полностью у меня остался вот такой хвостик ну конечно же у меня остались вот эти образцы которые я не стала распускать я решила что этого количества пряжи мне не хватит даже на два ряда поэтому связала такую шаль или бактус насколько мне хватило пряжа если моей маме захочется чтобы это был не бактус а шаль то я просто распущу один ряд до закажу пряжу и не сделаю из этого бактуса большую шаль это изделие я вязала из рассказов ского козьего пуха бобинка была немножко больше потому что из этой бобинки мы уже с вами вместе связали пушистые носочки носочки я вязала в подарок но так получилось что мне их пришлось оставить себе ношу их с огромным удовольствием они пушистые очень мягкие я прям довольна своей работой посмотрите какая пряжа пушистая даже в бобинки но в изделии сейчас пряжа не выглядит пушистый она наоборот как будто такая жестковатая и немного колючий но после стирки пряжа кардинально меняется посмотрите как выглядит пряжа после стирки она становится гораздо пушистее и мягче и цвет у пряжи также меняется и сейчас в этом видео я вам хочу показать как я буду стирать изделие из козьего пуха налила я в таз чуть теплой воды примерно градусов 30 горячую воду не делайте 30-40 градусов вполне достаточно теперь я беру моющие средства для мытья посуды у меня это фэри и добавляю совсем немного примерно вот столько растворяю в воде очень хорошо теперь берем наши изделия погружаем воду и буду активно стирать только девчонки вот так не трите я буду вот так вот жать сейчас я вам покажу как я буду это делать посмотрите как потемнела вода мне кажется я мало добавила моющего средства вернее средства для мытья посуды добавлю еще немного вот так и продолжаю стирать девчонки посмотрите прошло менее минуты и как сильно окрасилась вода я думаю что это выходит скорее всего какая-то пропитка из пряжи и сейчас я еще активненько постираю а потом несколько раз вы полоской вот это моющее средство постирала я еще буквально две минуты вот такая у меня вода темная сейчас буду выжимать отжимать мое изделие очень аккуратно а потом буду полоскать отжимаем очень аккуратно вот так я отжимаю не перекручивая смотрите как пряжа изменила цвет она уже стала светлее отжала воду сейчас я вылью эту грязную воду и наберу чистую но той же температуры примерно 30 градусов налила я чистой теплой воды девочки не делайте воду холодной обязательно она должна быть той же температуры как и первая ваша вода чуть теплая вода теперь я буду выполаскивать свое изделие выполаскиваем также очень аккуратно не нужно тереть вот так вот вполне достаточно итак я про плащу наверное два раза этот раз еще раз воду сменю также налью чуть теплую воду и еще раз прополоскаю изделие прополоскала я изделие осторожно вынимаем и аккуратно отжимаем не нужно ничего перекручивать вот таким движением если вы много добавили моющего средства то можете прополоскать второй раз если вы видите что вам достаточно можете обойтись и одним полосками сейчас будем стирать второй раз налила я чистой теплой воды температура примерно та же самая градусов 30 и второй раз я буду стирать свое изделие в жидком или у меня вот такое жидкое мыло для мытья рук полмолив можете взять гель для душа или если у вас есть средства для сирки шерстяных изделий но у меня сегодня будет мыло жидкое наливаем жидкое мыло примерно вот так и хорошенько растворяем его в воде теперь берем наше изделие и точно так же стираем не нужно тереть просто вот такими движениями хорошенько стираем мне показалось что я маловато взяла жидкого мыло поэтому еще немного добавлю и вот такими движениями стираем наше изделие и вот посмотрите вода гораздо чище у нас получается после второй стирки сейчас я еще немножко постираю потом буду полоскать полоская точно также в воде температура примерно 30 градусов не нужно делать ее холодной полоскать буду пока все мыло не уйдет это наверное два три раза ну не буду вам показывать как я полоскаю когда выпускаю свое изделие я вам покажу что получилось я хорошо выполоскала свое изделие вот так оно выглядит оно хорошо распушилось но вам я думаю наверное не видно и шерсть остается даже на руках сейчас я аккуратно отожму и перейду с вами на кровать и покажу как я буду выжимать изделие с помощью полотенца вот так осторожно я отжала а теперь берем полотенце и пойдем дальше отжимать хорошенько наше изделие разложила я влажное изделие на полотенце как вы его разложите совершенно никакого значения не имеет главное чтобы она полностью влезла на полотенце и теперь полотенце вместе с изделием сворачиваем в рулик вот так все можно немножко вот так пожать полотенце впитает всю лишнюю влагу наше изделие будет постирана и нам останется только его высушить если вы любите блокировать то заблокируйте его подержала я изделие в полотенце буквально пару минут оно у меня практически сухое вот так оно выглядит сейчас я его просто растелю на кровати и буду сушить если вы любите блокировать то заблокируйте свое изделие я просто растелю и буду сушить в горизонтальном положении разложила я изделие на горизонтальной поверхности осталось подождать несколько часов пока она высохнет затем я его измерю и расскажу вам как изменился размер изделия после стирки итак моя шаль готова я ее выстирала высушила и вот смотрите что у меня получилось после стирки посмотрите какая пушистая пряжа она стала гораздо пушистее и мягче вот такая красота у меня получилось размер изделия изменился она у меня увеличилась в размере до стирки по длинной стороне было сто пятьдесят четыре сантиметра сейчас у меня сто шестьдесят семь сантиметров а вот по этой центральной линии было семьдесят четыре сантиметра стала семьдесят семь сантиметров то есть шаль моя увеличилась в размере но я не отпаривала и не блокировала просто постирала и высушила если вам понравился этот узор то пишите в комментариях этот узор я придумала сама сама составила схему и если вам понравился этот узор то я сниму подробный попетельный мастер-класс для вас сегодня 31 декабря и сегодня эта шаль будет подарена моей маме и в канун нового года хочу поздравить всех вас с наступающим новым годом и пожелать всем здоровья мира и добра будьте счастливы